Всем привет, с вами снова Патриот и это мой третий урок по системе УКОС, в котором я расскажу подробнее о панели управления. Чтобы зайти в панель управления, необходимо к ссылке вашего сайта дописать слово админ. Сразу появляется вход в панель управления. Панель управления разделена на несколько частей. Также в панели управления есть описание вашего профиля, вашего сайта, FTP детали, админ панель, место, сколько доступно осталось у вас на сайте. И напоминание о том, что не высвать никому вогин пароль от вашего сайта. Перейдем подробнее к функциям панели управления. Первая функция это управление дизайном. Управление дизайном вы можете менять страницы сайта. Ставить при помощи управления дизайном различные скрипты. Можете сконструировать свои шаблоны в конструкторе шаблонов. Можете создать глобальный блок. Можете сделать баг, быструю замену каких-либо частей сайтов. И так далее. Это меню разбито на несколько частей. В зависимости от активных модулей сайта. Первая это модуль глобальной блоки. Это верхняя часть сайта, нижняя часть сайта, контейнеры. Также отображаются все блоки, созданные вами. Вторая это редактор страниц. Редактор страниц сайта. С помощью редактора страниц можно написать в нем, например, какой-нибудь скрипт, который будет отображаться на всех страницах сайта. Таблица стилей. Ну, это... С помощью нее вы управляете различными... Ну, как сказать... Меняете стили сайта. Пользователи. Ну, тут она разделена на части, в зависимости от тем, которые вам нужны. Это блок, связанный полностью с пользователем. Там форма входа, форма регистрации, там личные страницы, личные сообщения. Комментарии, связанные с отображением комментариев. Новости с новостями с сайта. Форум. Меняется вид форума. Структура. Кток файлов. Ну, это все связанное с закачкой файлов. Гостевая книга. Обмен сообщениями. Опросы. Опросы это вид... Это настройка формы опроса. Вот этой вот. Вот этой формы опроса. Виды различные. Поиск по сайту, но это настройка поиска вот этого. Так, с управлением дизайном закончили. Второй. Раздел это информеры. При помощи информера вы можете создать различные счетчики, различные... показ различных последних материалов, последних новостей и так далее. в замену стандартных надписей. Здесь вы можете изменить надписи в различных модулях. Например, форма регистрации пользователей. Вот тут вы можете изменить там домашнюю страницу, например, на имя. или на скайп, на все что угодно. И пользователь будет писать вместо домашней страницы свой скайп. Редактор смайлов. Эта функция позволяет вам добавлять свои смайлики, которые будут отображаться в добавлениях комментариев, на форуме и так далее. Перенос домена. Это если у вас есть свой домен купленный, то вы можете прикрепить этот домен к своему сайту. Также вы можете приобрести домен на самом указе. Дзерное копирование. Создание копии вашего шаблона. Для того, что если там что-нибудь случится, то вы сможете загрузить резервную копию. Файл менеджер. Ну, с файлом менеджером вы знакомы уже. Здесь вы добавляете файл, которые будут отображаться у вас в шаблоне. Можете изменять страницу 404, фавикон. В любой файл можно узнать информацию об этом файле, ссылку на этот файл и так далее. Если это изображение, то его еще можно посмотреть. Файл менеджер ограничен по использованию. Максимальная длина имени файла 45 символов. Максимальный размер загружаемого файла 15 мегабайт. На одном уровне может находиться не более 200 файлов и папок. Также можно подключать FTP клиента. И тут есть уже FTP детали. RSS импорт. Здесь вы можете импортировать RSS ленты на сайт, которые будут отображаться у вас в блоке. Управление комментариями. Здесь вы можете редактировать комментарии, удалять, добавлять и так далее. Запрет IP адресов. Здесь вы можете блокировать IP адреса. Можно сказать, это тот же банк по IP. Ротатор баннеров. Ротатор баннеров нужен для того, чтобы показывать несколько баннеров на одной странице. И при этом вы можете выводить баннеры в случайном порядке. Также вы можете при помощи этой функции продавать рекламные места и так далее. Также там можно ввести учет показов, кликов по рекламе и так далее. Раскрутка сайта. Полезная информация по раскрутке сайта, к которой можно прислушаться. Удаление сайта. Ну, это, естественно, полное удаление нашего сайта. Также можно стать премиум-пользователем, который получит определенные привилегии. За определенные деньги. В панели управления есть еще меню. Дополнительное. Пользователи. Меню это разделено на две части. По модулям. Активные модули и неактивные модули. Если модуль какой-либо неактивен, то вы можете его активировать. Щелкнув по вкладке неактивные, выбор модуля, например, мини-чат. И нажать активировать модуль. Активные модули. Вы можете настраивать каждый модуль. Пользователи. Например, вы можете создавать группы пользователей. Может выбрать настройки модуля, ранги пользователей. Массовая рассылка писем. Массовое удаление пользователей. Правила регистрации. Управление аватарками можете. И управление дизайном модуля. То бишь управлением самим дизайном группы пользователей. Можете добавлять пользователей. Можете поискать пользователей. Можете удавать различные права пользователям. Чтобы сделать человека администратором, что вы у меня часто спрашиваете, надо просто зайти в модуль пользователя. Щелкнуть список пользователей. И поменять группу пользователей. При этом, пользователь, которого вы хотите сделать администратором, должен быть зарегистрирован. И он должен войти под своим логином и паролем. Чтобы отображаться в списках пользователей. Следующее. Редактор страниц. При помощи редактора страниц вы можете управлять страницами сайта. Можете добавлять страницу. Редактировать. Удалять страницы. Ставить файлы разные. Дизайн меня. Новости сайта. Управление различными новостями. Удаление. Редактирование. Добавление новостей. Категорию. Управление категорией новостями. Форум. Форум это одно из самых интересных вещей на сайте. И нужных. Можете управлять форумом. Здесь вы можете добавлять раздел и добавлять категории форума. Можете настраивать форум. Тут правила ставить. Сколько кнопок, сколько иконок и так далее. Можете устанавливать правила. Которые будут показываться при входе на форум. Можете изменить форум или удалить форум и так далее. Каталог файлов тоже очень нужная вещь. На вашем сайте. Вы можете управлять материалами. Редактировать, удалять материалы. Также вы можете добавлять материалы. Еще здесь вы можете управлять категориями материалов. Можете создавать категории. Редактировать или удалять категории. Естественно, можете ставить различные фильтрации, настройки и дизайн управлять и так далее. Гостевая книга. Здесь вы можете настроить гостевую книгу. Или удалить ее. Настрой дизайн гостевой книги и так далее. Поиск по сайту. То же самое. Можете настроить или изменить дизайн. Почтовые формы. Здесь вы также можете управлять. Можете создавать почтовую форму. Можете удалять почтовую форму. Можете изменить дизайн. И так далее. Опросы. Вы можете добавлять опросы. Вы можете редактировать опросы. Например, вместо оценить мой сайт, вы можете добавить любой другой опрос. Или можете отредактировать. Заменить, оценить на сайт. Например, какая игра вам нравится. И так далее. Тут еще есть админ панель. Админ панель показывает. В админ панели есть различные настройки. Первое. Это переход на главную страницу панели управления. Второе. Переход на сам сайт. На главную страницу сайта. Также здесь показывается имя сервера и IP сервера. Настройки. Общие настройки сайта. Здесь вы можете изменить название сайта, URL сайта, дизайн, язык, отключить сайт, участвовать в топе, использовать конструкторы, аджаксы, смайлики, менять формат времени, QWERTY использовать. В общем, очень много настроек. Замена стандартных надписей. Здесь вы можете, опять же, заменить надписи различные. Например, прикрепление, там поменять на ссылку и все такое. Дальше. Настройки рекламного баннера. Здесь вы можете выбрать баннер, который будет указываться у вас на сайте. Также можете разместить баннер справа или слева, выбрать плавающий баннер и так далее. Перенос домена. Если, опять же, если у вас есть свой домен, вы можете перенести сайт на свой домен. Управление дизайном. Ну, это я вам рассказывал все. Инструменты тоже. Безопасность. Можете сменить пароль аккаунта, пароль КФТП, смену владельцу и так далее. Помощь. Здесь можете обратиться в службу поддержки, посмотреть частые вопросы, раскрутку, посмотреть, войти в сообщество. А платные услуги, это различные платные услуги. Раскрутка сайта, переход на премиум пользователя и так далее. Вот и все, что я хотел рассказать в своем третьем уроке. С вами был Патриот. Удачи. Продолжение следует.